Привет, друзья! Меня зовут Александр, это канал Музлов Плей, и мы с вами продолжаем играть Голиаф, Голиафа. Итак, в предыдущем выпуске мы с вами получили карту, которая нам открыла новую локацию, торговый угол, а также открылся вот этот, я даже не знаю, как это сказать, остров, осколок, скорее всего, осколки, тут каждая вот эта точка, это осколочек, а это измерение, наверное, или еще что-то типа того. Но сначала давайте слетаем вот на этот осколок, торговый угол, и посмотрим, что там такое. Окей, обнаружен торговый угол, мы сюда переместились. Почему здесь все как будто бы в каком-то ядовитом тумане? Хотя местность-то такая оранжевая, то есть пески. И нам, кстати, нужно с вами уничтожить... Сейчас, секундочку. Давайте этот оттенем. Без оружия уничтожить красного грабера. И я просто не знаю, кто из них красный грабер. Здесь не написано. Я не знаю, может, как-то можно включить отображение названия, но... Не знаю. Давайте попытаемся его мощными ударами бить. Ну-ка. Нет, ты не красный грабер, я все понял. Может, ты красный грабер? Блин, вот это непонятно. Кто из них красный грабер? Без оружия. Вот этим вот как раз гляп. Хорошо. Не будем применять никаких умелок. Будем вот так вот сильными ударами их лупасить. Давай попробуем бам. Давай-давай-давай-давай-давай-давай! Давай! Черт, плохо получается. Плохо-плохо-плохо. Не получается, точнее, его убить пока что. Давайте вообще пройдемся по этой карте и посмотрим, что здесь есть. Ого! Прикольненько. Металлолом. И еп, простой-ка! Брысь отсюда! Ребятушки, какие-то огненные, да? Это какие-то огненные големы. Так, 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 подожди секундочку. На тебе! Ты гад, а? Тихо-тихо! Ну, давай-давай-давай-давай-давай-давай! На них практически не действуют наши удары. Это прям нехорошо. У нас с вами есть овердрайв. Включим овердрайв. Теперь вот так. И давай вторым умением. Ох, зараза какая-то! Посмотри, какие сильные, а! Что ты с ними будешь делать? А ты кто? Может, нам его нужно было убить? Может, нам тебя нужно было убить, а не вот этих вот мелких? Не, вот это вот не ясно. Ладно. Так. Смотри, что у меня есть, ребят. Я для вас тут кое-что приготовил. На! Отлично! Отлично! На! Пошли вот этим вторым умением. Хорошо, он горит. Это хорошо. Давай. Тебя вот так вот. Тихо-тихо-тихо. Включили овердрайв? Включили-включили. Давай всекать ему. Давай-давай-давай, всекай. Вот это. Пошел, отлично. Тысячу. Давай-давай-давай-давай-давай-давай. Добивай-добивай-добивай. И? Ну, вот не туда. Вот сюда же бей. Зараза такая! Да добей же его! Непонятно. Желудочный сок граббера. Шкура. Непонятно, какой он. Вау! А ты кто такой? Лягухи еще какие-то. Ты прикинь? Раньше мы такого не встречали. Так. Раньше мы такого не встречали. Они офигенски быстрые! И у нас практически не получается от них убежать. Господи. Вот я вижу сверху мостик идет. Я хочу посмотреть, что там на этом мостике, что там может быть. А по заданию нам нужно с вами найти грюбанных сталеваров. Ты просочиться здесь не можешь. Я понял. Ты слишком жирный, чтобы здесь просочиться. Зараза, как отсюда выбраться теперь? Так. Я нашел сюда вход. Но, слушайте, здесь поселение вот этих ребятушек. И, блин. Я думаю, что нам тоже здесь особо делать нечего. Ладно, все. Я все понял. Пойдемте отсюда нафиг. Пошли отсюда нафиг. Все. Все, все, все. Я все понял. Здесь пока делать нечего. И непонятно, что нам здесь с вами нужно сделать. Потому что никаких заданий на эту локацию у нас нету. Так что мы с вами идем к сталеварам. Слушай, Томас. Да нет, у него ничего нет. Пойдемте к сталеварам. Сталевар это здесь, вот здесь, в наковальне. Идем туда. И бог с ним. Кстати, на днях вышло обновление, которое изменило курсор. В игре, как вы видите, он теперь немножко другой, по-другому выглядит. Разработчики написали, что улучшили оптимизацию. Хотя загрузки все равно от перехода с локации на локацию жутко долгие. На кнопке F5 появилось сохранение. Да, есть, сохранение работает. Что еще появилось? Я уже, честно говоря, не помню. Исправленные они говорили, что кое-какие квесты. А нам нужно вниз к сталеварам. Давайте отправляться. Секундочку. Секундочку. Где мой второй? Где мой второй? Вот этот. Вот он. Все, отлично, идем. Болотные деревья. Пауки какие-то. Господи, опять эти твари. Хорош лагать. Хорош лагать. Ого. Да у них тут целое поселение, я смотрю. Офигенски оптимизацию улучшили, ребята. Офигенски просто. Но мне все равно интересно посмотреть, что в этой игре такое. Слушайте, а они прикольные. Они мне нравятся. Люцифред. Автосохранение опять дурацкое было. А там был Вильзевулт или... Как ты, как же его там звали, я уже даже не помню. Давайте с Люцифредом поговорим. Итак, ты входишь в комнату, но еще до того, как обозначить свое присутствие, ты слышишь разговор между главой Сталеваров и роботом. Люцифред. И это все, что ты можешь посоветовать? Жестяной болван. Думаешь, мне нужно просто узнать, чего они хотят, и дать им это? Робот-дипломат. Это самое мудрое решение, сэр. Мы не можем их потерять. Люцифред. Замолкни. Значит, мы даем их связать, знаете? Люцифред. Кто это? А, да, я наслышан об этом, парни. Добро пожаловать, друг, в штаб Сталеваров. Пожалуйста, не обращай внимания на то ведро с гвоздями. Глупый робот. Он всего лишь мелкая сошка, в отличие от нас с тобой. Ну, хорошо, окей. А, слава о твоих подвигах идет впереди тебя. Ты настоящий мастер решения проблем в этих землях. Так что я слушаю тебя внимательно. Что тебя привело к нам? Я хочу вернуться домой. Пока еще никто мне в этом особо не помог. Так что я надеюсь на тебя. Хм, в отличие от некоторых, я всегда плачу свои долги. Так что, если ты окажешь мне услугу, я доставлю тебя туда, куда скажешь. У меня есть проблема с поставщиком ценной руды для наших проектов. Как я понял, ты весьма ловко справляешься с трудными клиентами. А еще у тебя эти, ну, твои гигантские робоштуки. Ты в деле? Все круто, но в этот раз, перед тем, как отправиться в путь, я хочу быть уверен, что ты действительно можешь мне помочь. Да, я понимаю. А еще я понимаю, что ты не отсюда, а потому не в курсе, насколько я здесь важная шишка. Даже самые низшие существа знают, что я всегда достойно оплачиваю труд. Вон, спроси моего тупого робота. Даже он скажет, что я всегда делаю то, что обещаю, если получаю то, что хочу. А потом отправляйся к поставщику. У меня не так много времени. Ладно, хорошо. Так, давайте поговорим с роботом-негациатом. Открыто достижение, оплати железную цену. Окей. Дзинь, привет, человек. Я не представился. Мое имя Т4ЛК3. В общем, Толкер. Его имя Толкер. Переговорщик. Вместо четверки И, вместо тройки И. Английские буквы. Я робот-дипломат. Приятно познакомиться. Я Громов. У меня вопрос. Мне нужно найти способ выбраться из осколка и из этого мира, чтобы попасть домой. Ты думаешь, Толивар Люцифред может помочь мне? Хм. Люцифред знает слишком много. Однако он весьма глуп. В течение многих месяцев я пытался наладить торговлю между фракциями существ. Торговля делает всех счастливыми и прекращает войны. Кругом воцаряется мир, что логично. Я заключил торговые сделки с гнарками, големами и троллями. С этими существами, хоть они и примитивны, 71, ну, целую и 4 раза проще договориться, чем с Люцифредом и Столиварами. В самом деле? Почему? Люцифред всегда готов к сделке. Аааа. Он считает, что я посредственный дипломат, поскольку сделан из металла. Мои действия не убедили его в моей пригодности. Я не запрокраммирован на это, но чувствую злость и хочу уйти. Держись. Может, я могу помочь? Клинкни. Если хочешь заключить сделку между Столиварами и тремя дикими подминами, вперед. Я даже продам тебе переводчик, чтобы было проще общаться. Переводчик? И сколько он стоит? Ааа. Он ваш за 1000 монет. Ааа. Мне нужны деньги на то, чтобы состариться в хорошем, уютном металлическом ящике. Ха-ха-ха. Отлично. По рукам. Великолепно. Вот переводчик. Нужно будет много взаимодействовать со знаниями, чтобы создать свой словарь. Желаю тебе удачи. Она нужна всем, кто имеет дело с Люцифредом. Хорошо? Счастливой пенсии. Окей. Как на сундук? Что там внутри? Там внутри энергоблок. Я думаю, пригладится. Самое классное, что они нам, в принципе, особо ничего не говорят по поводу того, что мы их оббираем, да? Динамит их здесь забрали. Еще динамит, еще мины. В этом сундуке есть что-нибудь? Нет. Почему-то нельзя с него ничего взять. Давайте еще посмотрим, что здесь есть интересное. Чего-то на меня все уставились. Крутятся за мной, а? Ты посмотри на них. Телохранители тут стоят. Ааа. Окей. А у вас продавцы какие-нибудь есть? Кстати, здесь где-то еще одно задание. Я вижу, вот оно, отметка. И здесь где-то рядышком продавец, опять же. Пойдемте посмотрим. Продавец где-то тут. А, я понял. Нам придется... Придется вот таким стать, да? Хорошо. Пойдемте к продавцу, торговец. Привет. Ха. У тебя недостаточной репутации для торговли со столеварами. Необходимо значение 150. Так. Окей, я понял. Значит, нужно взять задание у кого-то. Задание, скорее всего, вот по миникарте вот у этого чувака можно взять, да? Где ты стоишь? Вот он ты. Столевар. Требуется курьер. Доставить вещи... Доставь вещи, получишь деньги. Звучит несложно. Готовь оплату. Хочешь подработать? Если ты принесешь мне 10 металлолом, я тебе заплачиваю. Считай, уже сделано. А, у меня нету с собой что-ли металлолома, да? Не тот, ладно. Этих вот этих. Сейчас пойдем поищем. Может быть найдем... Да встань ты от меня, господи! Что вы такие приставучие гады-то, а? На! Ах ты, господи! Они еще... Мало того, что они приставучие, Они еще и собака сильные! На! Сиди в корнях. Так, давайте вот такими сильными ударами убивать. На! На! Давай бей его! Лупась! Жги громов! На тебе еще камушком! Еще один удар? Нет, два. Потому что он лечится из-за этой гребаной атмосферы. И, кстати, из этой повозки что-то ничего не выпало, да? А здесь что? Еще один энергоблок. Отлично. Хм. Куда нам с вами узнать, Почему возникли проблемы с рудой? Хорошо. Пойдемте посмотрим. Попытаемся это выяснить. Окей, мы переместили сюда. Обнаружена голова рейсвиль. Кошмарную дозванец. Но здесь хотя бы нормальная атмосфера. Просто в пустыне нет вот этого дикого, не знаю, тумана, ядовитого, Которому просто раздражает на самом деле. Так, куда нам нужно идти? Узнать, почему возникли перебои с рудой. Идти нам нужно куда-то сюда. Пойдемте сходим, посмотрим. Я еще все тешу себя надеждой, что я где-нибудь найду того самого грабера, которого нужно убить. Как же он называется, зараза? Как же он называется? Красный грабер. Деревянным угольным гуляфом без оружия убить. Как его убьешь без оружия? Я просто не понимаю. Перебить гнарков и освободить город. Или договориться с гнарками. Или договориться с гнарками. Одно из двух, да? Сундучок. Блин, голем, ну что ты от меня хочешь? Чего ты ко мне пристал-то, а? Сейчас мы оденем какое-нибудь оружие, блин. Вот эти зараза. Ну-ка, давай, одевайся. Не хочет отодеваться. Так, ладно, давайте вот это оденем. Голем, ты где? Ну-ка, иди сюда. Голем. Тих. А, вот он. Ну, в принципе, от нас отстал. А, и у нас с вами есть еще одно, скорее всего, задание, если не ошибаюсь. Это трудности перевода. Вот оно, да? Найди предмет для Столевара. А, господи, нам еще и время дают. Вон оно, что. Соответственно, мы за это получим... Непонятно, что вот это за обозначение внизу здесь. Непонятные какие-то трудности перевода. Увидите, универсальный переводчик. Научить переводчик языкам гнарков. Гнарков. Так, ладно. Я могу с тобой просто поговорить? А где-то мой переводчик. Гнарк, гнарк. Хм. Ух, простите, я не понимаю. Эээ, гнарк в гневе пинает землю. Думаю, вежливый разговор окончен. Эй! Тихо, ребятки. Ну что вы, как эти самые, блин. Зараза. Ну что, с вами драться придет? Ладно, придется драться. Да ладно тебе. Гнарк, черт. Я вам сейчас дам гнарк-гнарк. Чего у меня гнарк-гнарк? Балу. Ну, хорош лагать. Ну-ка, все сдохли нафиг. Ну-ка, сдохли. Еще и голем пришел. Ты посмотри на него. Ну-ка, нафиг отсюда. Нафиг я сказал. Видит бог, я этого не хотел гнарке. Я просто хотел с вами договориться. По-хорошему, по-лицки. Обучить переводчик с вами общаться. Но не вышло что-то. Вы сами на меня напали. На, стоять. Давай, допьем вас, гады. Давай, 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 давай. Почему я? Потому-то промахнусь поближе, чтобы подойти надо. Давай, давай. Сейчас, 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 подожди. Рап. Хорош. Тут этого большого осталось добить. Потому что какой-то лава выявит. Не пойми какой, в общем. Посмотрим, что сейчас из него выпадет. Огненный клык из него выпал. Кристаллы. Огненный клык. Что еще? Огненный камень. Повозка. Что у нас в повозке есть? В повозке ни черта нет. Хорошо, трейдер. Привет, привет. Мы теперь с тобой можем торговать. Давай металлолом у тебя купим, что ли? Купить? Все, отлично. Металлолом добавлен. Посетить мастера Столеваров? Это вернуться обратно, что ли, к тому мастеру Столеваров? На той локации, я просто не понимаю. Или как? Успеем мы сдать задание? Да, я думаю, что успеем. Да, видимо, нам нужно возвращаться. Но не получилось у меня с ними договориться. Не получилось. И эту неприятность мы переживем. Хорошо. Я сначала хочу зайти вот здесь, внизу стоит Гнарк. Ему отдать металлолом. Я так понимаю, что по идее он нам за это должен дать этот самый Гнарк. Столевар, пардон. Спасибо, ты справился. Получай свою награду. Отлично. Мы получили опыт, кристаллы. И я думаю, что мы должны были получить все-таки репутацию с Столеварами. Я прям даже не знаю. Я прям даже не знаю. А, вот здесь снизу в журнале есть как раз очки. Это, видимо, репутация как раз снизу написана. Только непонятно, кто из этих значков кто. Ладно, пойдемте поговорим с главным Люцифредом. Итак, наши отсталые друзья приняли предложение. Возможно, хотя не нравится мне все это. Ну, возможно, тысяча золотых тебя успокоит. И вот тебе самая ценная награда, наши знания о стали. Твои роботы неплохие, но с технологиями Столеваров ты будешь удивлен. Не сомневаюсь. Окей, я теперь, я так понимаю, что мы можем с вами создавать стальных големов. У меня как раз в задаче появилось создать бронзовые слитки, 8 штук. Вообще, здесь есть задание поговорить с главой, разобраться с гнарками, посетить мастера Столеваров, построить лабораторию на базе, она есть, и создать бронзовые слитки. Разблокированная часть боди? За что? Как? Как так? Эй, че! Подождите, за что у меня разблокированы эксперименты? Вот они, металлические, как раз Голиаф, отлично. Нам нужно тебя разблокировать. Я не знаю как, потому что пробежали мы, или набрали овердрайв, непонятно. Отразить 25 снарядов за 10 секунд. Убить три гнарков-выжаков, используя только умение нокаут железного Голиафа. Убить рогача во время грозы железным Голиафом. Рогача во время грозы? А кто такой рогач? Хм, странно, не знаю. Ладно, хорошо. Давайте создавать бронзовые слитки. Тем более... Эм... Давай, давай. Тихо, тихо. Фильтры слит. Вот так вот. Давайте создавать. У нас, в принципе, много бронзы, и для нас это никакой проблемы не составляет. Теперь мы можем пойти и создать железного Голиафа. Шикарно. Наш с вами первый железный Голиаф. Есть. Черт, я создал каменного Голиафа! Черт, я создал каменного Голиафа вместо металлического! Зараза. Пойдемте уничтожим вот этого Голиафа. У нас как раз откроется свободный слот. А, нет, мы даже не так можем. Сейчас, секундочку. Мы его можем просто разобрать. Мы его можем просто разобрать. Зачем я сделал еще одного каменного Голиафа? Вот это я не понял. Так, разобрать Голиафа. Разобрать Голиафа. Отлично. Так. Давайте вот этого создадим, да? Что это такое? Железный слиток. А, слиток железа. А где у нас железо, кстати? Сундук. Странно. Странно, странно. У меня, кажется, было огромное количество железной руды. У меня было огромное... Вот, железная руда. Ее можно переплавить в... Где? В слиток. Переплавить ее можно. Но мы что, пока что не умеем это делать, я так понимаю? Да, мы пока что можем делать только бронзовые слитки. А почему мы не можем сделать остальные? Ладно, хорошо. Тогда давайте создадим... Простого. Во, 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 во. Все, все, все. Теперь мы его можем создать. Давай. Уи, есть! У нас класс! Получит сразу 20 уровень. И открыто парочку достижений у нас с ними. Просто прекрасно. Итак, железный глиав. Общая настоящая машина убийства на правом ходу. Железно гарантирующее успех в любом бою. Спецприем. При нажатой клавише Space глиав получает энергощит, отражающий снаряды во врагов. Шикарно. Нам нужно найти каких-нибудь стреляющих врагов и отражать их снаряды. Природа. При высокой влажности может заржаветь и стать гораздо медленнее. В грозу служит прекрасным магнитом для молний. Особые детали могут изменять... Не написано чего дальше. Окей. Авердрайв счетчик заполняется при атаках в ближнем бою. Активация режима авердрайв. Понятно. Щит глиав активирует защитный модуль, полностью поглощая атаки в ближнем бою. Умение открывается на 14 уровне. У нас есть. Нокаут. Глиав наносит мощный удар в прыжке, нанося урон нескольким врагам и получает ускорение атак на несколько секунд. Умение открывается на уровне 16. Шикарно. И третье. Ракетный залп. Глиав выпускает несколько ракет в выбранном направлении. Умение открывается на 20 уровне. Это у нас с вами все есть. Теперь у нас с вами появилось задание вот здесь у Томаса Фреда Кемельтона. Привет. Что ты от меня хочешь? Томас. А, у тебя просто ресурсы появились. Желудочный сок граббера. Что это такое? Металлолом просто? И это металлолом. А что он у тебя так по отдельности лежит? Непонятно. Обычная кость, кость, кость. Шикарно. Ребят, шикарно. Просто шикарно. Давайте положим это дело, вот, все эти кости в сундук обратно. Что это? Карта сокровищ. Кто-то закопал сокровища и нарисовал карту. Вот это весело. Вот это весело. Огненный камень. Горячий, аспасный. Совсем как я. Здорово. Совсем как и я. А мы карту можем прочитать? Прочитать. Добавлены местные о карте. Прочитать. Это карта от другого мира. Хорошо. И у нас еще внизу какое-то задание появилось. Пойдемте сбегаем туда, посмотрим, что это за задание там появилось. Возьмем его и, наверное, на этом будем завершать этот выпуск. Отлично, мы с вами... О, класс. Класс, отлично. Я только что нашел стальной слиток. И у нас подзаржавел, кажется, наш глядчик. Давай переключимся в этого тогда. Так, что у нас здесь за задание сейчас появилось? Я не понял. А, это опять, видимо, у этого... Еще что-то ему притащить, что ли, нужно, да? Что тебе нужно на этот раз? Семь морозных камней. Считать уже сделано. Все, забирай свои камни. Отлично. Я так понимаю, что у нас с ними репутация повысилась достаточно сильно, чтобы торговать вот с этим чуваком. Торговец. Да, у него огромное количество оружия. Кстати, легендарные дубины из кактуса. Прикольно. Самый смертельный кактус в мире. Слушайте, весело. Очень весело. Слиток железа. Тяжелый и прочный слиток. Прекрасное вложение моей роды. Эй, верни мои вещи. Это мои вещи. Окей. Ну что ж, друзья. Нас... Я так понимаю. Я так понимаю. Нас, в принципе, и... Осталось только трудности перевода, и все. Научить переводчик языкам гнарков, големов и троллей. И больше никаких других заданий у нас нет. Так что нам придется в следующем выпуске походить как раз по этим расам. То есть посетить их всех. Научиться говорить на их языке. И, я так думаю, у них будут новые задания. И, скорее всего, кто-то из них будет знать, как отсюда выбраться. Или как, скорее всего, попасть к... Тому чуваку, с которым мы говорили по радио в самом первом выпуске. Мне, кстати, непонятно, добрый он или нет. Помните, нам говорили, что, возможно, он может и не друг нам совсем. А на этом давайте заканчивать. Если вам понравилось, пожалуйста, ставьте лайки. Не забывайте подписываться на мой канал, чтобы не пропустить новые выпуски по этой игре, а также другим играм. Удачи, друзья. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok